Всем привет! Это Таня Матань на канале Позитивные Идеи. Сегодня я сделаю обещанный обзор тех товаров, которые я покупала на Алиэкспресс. Я делала распаковки и давно-давно обещала, что же реально мне понравилось, что не понравилось. Потому что только в процессе эксплуатации понимаешь, какие вещи нужны, какие бестолковые. В распаковках, к сожалению, видно только в первые впечатления. И, кстати говоря, распаковки я продолжаю делать на влоговом канале. Все будет там. Здесь будут только обзоры, поэтому если вам интересно увидеть первые эмоции, то, пожалуйста, ссылочка внизу в описании. Я там собираю все свои эмоции. А здесь я уже делаю полезные обзоры. И первое, с чего я начну этот обзор, это держатель швабры. Когда я сделала обзор своей лоджии, то это самый популярный был товар, самый запрашиваемый. Мы все спрашивали. Больше всего действительно она всем понравилась, потому что это мега вещь, которая очень удобна в хозяйстве. Я так довольна, что она у меня есть. Я все время думаю, может быть, к чему-нибудь ее еще приспособить. У нее очень удобный держатель. Она у меня проработала, протестировала. Ничего не сломалось, ничего не отлетело. Очень редко я пользуюсь выдвижными крючочками. Как-то в основном только втыкаю сами держатели и сами швабры. То есть швабры, подметалка, веник, вот такие вот собочки у меня подвесной. И просто я именно рада. Действительно, это хорошая вещь. Вторая вещь, которая тоже у меня живет именно там. И в обзоре, где я показываю свой шкафчик на лоджии, тоже она промелькнула. Это вот такой осушитель. Сейчас как раз у меня новенький я буду вешать. Это действительно хорошая вещь. Вот здесь вот осушитель, здесь собирается влага. И первый раз я его купила для того, чтобы вешать в бокс своему сыну. То есть у нас есть такие в школе боксики. И так как он там разувается, сырая какая-то одежда туда попадает. Там варежки, перчатки, сами куртки, там шапки. Все в запревшие. Обувь, которую он с себя снимает, тоже влажная. И мы повесили вот этот осушитель. И он наполняется и действительно приносит хорошую пользу. Дома тоже я очень рада, потому что в том шкафу, где он у меня висит, там сыровато, потому что там находятся швабры, тряпки. И на балконе в любую сырую погоду сразу как-то влажно становится на лоджии. И если у вас есть проблемы вот с осушением, если у вас начинается плесень и так далее, обязательно заведите себе, это не очень дорого. И теперь они у меня покупаются постоянно. Подложим тему лоджии, потому что тоже очень у меня популярное видео, где я показываю, как чистить жалюзи, не снимая. Дело в том, что очень-очень давно в Экспрессе я увидела вот эту вот подобную вещь, но она была более капитальная, она была широкая, такая толстая. Ролики у нее были такие пушистые. И она мне так запала, но я тогда по глупости ее не купила, и теперь подобную найти не могу. И в Алиэкспресс я специально искала что-то подобное, чтобы мыть жалюзи, но нашла только вот такой вариант, и в принципе он тоже неплохой. Но он только две штучки может захватывать, но это достаточно лучше, чем я самодельным способом. Там только одно жалюзи я могу помыть. А в том варианте, который я видела, там штучек 5-6, наверное, такая гряда, и совсем быстро. То есть, когда я мою окна, не снимаю жалюзи, я просто хотя бы пыль с них смахнула. У меня они ничем особо таким не пачкаются, там нет какой-то зоны, там не кухня, то есть, ну, когда там пятна какие-то садятся, то есть, ну, пыль с махнусь, очень даже хорошая штучка, поэтому это мега хорошая вещь, если у вас жалюзи, рекомендую. Магнитная щетка тоже есть в видео, поэтому быстро я только скажу, что мне, в принципе, такой вариант не понравился мыть. Да, если у вас совсем недоступные какие-то вещи, то вот эта магнитная щетка, она разъединяется, да, то есть, разъединяется одно с одной стороны, с другой, она слетает, она не промывает, оставляет разводы, то есть, ну, знаете, для такой чуть-чуть помыть это пойдет, но для тех, кто хочет, чтобы было мыть ее чисто и капитально, оно не проходит, у меня первый этаж, поэтому нет таких вопросов, просто хотела далекие места увидеть. И сейчас стала вот смотреть ссылочки, и мне подцепилось другой вид швабры, не знаю, не пользовалась, ну, такой телескопический вид швабры, когда вот в виде дуги швабры, ребята, если кто-то пользовался вот такой вот шваброй, напишите свой отзыв, потому что у меня вопрос, вот вопрос нажима, то есть, вот, я понимаю, что можно ввести, а насколько вот можно вот это нажимать, и действительно протереть так, чтобы у вас не было разводов. Если кто-то пользовался, напишите мне отзыв, я бы, я присматриваюсь к этой швабре, но все-таки папка не дешевая, поэтому жду от вас отзывов, кто пользовался или кто-то видел чей-то чужой отзыв. И вот держатели губок. Что про них скажу, если у вас нет какой-то вот другого способа пользоваться, потому что меня прямо спрашивали, что это у вас там за держатель, потому что он мелькает у меня в видео, так вот я брала на Алиэкспресс, и что я могу сказать, разные варианты я попробовала. Первый вариант у меня был, знаете, такая поверхность шершавая, он был такого голубенького цвета, и когда у меня еще не возникло сильно проблем, я его повесила, мне было удобно, просто нельзя было выбрать цвет, и они мне прислали любой. А у этого я просто увидела такой же, они стоят там какие-то копейки, там 60 рублей, 100 рублей, но не помню, что-то очень дешево. И поэтому я увидела зеленый, я говорю, у меня кухня зелененькая, давай возьмем зелененькую. Пока пришла зелененькая, я поняла, что нехорошо, что взяла эту. В общем, вот те шершавые, которые не гладкие, они очень плохо в эксплуатации, они начинают впитывать вот эту грязь, и отмывать их плохо. Покупала я две мыльницы, сначала купила вот эту, но потом в ней разочаровалась, и решила попробовать вот такую. Какое-то время прошло, и поэтому я показываю, почему же я вот с этой, мне стало неудобно. Во-первых, она у меня занимает здесь пространство, видите, что-то я все время кладу, и как-то сверху тряпки, это получается очень неудобно. Если вот эта тряпка поднимается, посмотрите, там что, там начала заводиться вот такая плесень. Почему она заводится? Потому что вот она какая-то шершавенькая. Вот ссылочку я обязательно внизу оставлю, и на эту, и на эту. И поэтому вот она как-то вот все время повреждается из-за этого. И мне ее неудобно мыть, ну и неприятно, вы представляете? Потом вот эта тряпочка, если какая-то здесь что-то не хранится, то очень часто она вот слетает, понимаете? И долго вот этого вот особо нет. И я попользовалась, мне в результате не понравилось. Ну, разве это нормально? В общем, я ей говорю, до свидания. Это только для обзора я ее держала. И вот смотрите, теперь если у вас будет вот так на кранчике висеть, во-первых, она гладкая, ее видно, то есть ее протер, но ничего не остается. Тоже месяц у меня никаких, видите, там нареканий, никакой черноты, ничего нету, хотя я все, значит, все здесь аккуратно мою. То есть две тряпочки, они, в принципе, и сюда, если вы захотите, вы можете положить, допустим, две губки. Вполне они себе здесь помещаются. Да, можете и вот эту, наверное, положить, не знаю, я как-то так пока еще, кстати, не пробовала. Ну, наверное, да, вполне себе. Вот, вот так вот. Наверное, вот это вот я уберу. Вот у меня будет, теперь вот так аккуратненько. Ну, все, меня больше устраивает. Так что ссылочка осталась. что на них очень быстро села плесень, хотя я за ними хорошо ухаживала. И когда пришла эта губка, то есть буквально за 2-3 месяца там у меня превратилась уже, знаете, в такую вот не очень приятную. То есть если их брать, то брать несколько штук сразу и менять периодически, потому что все равно это сырое место. И если у вас там, вот как у меня, у меня там и влажный климат, и чуть что, я только вот слежу, чтобы здесь она и там не появилась. С этой не было проблем, она висела очень долго, и я так радовалась, потому что у нее гладкая, глянцевая такая поверхность, из-за этого за ней легче ухаживать. Я ее после того, как случилась вот эта беда, намывала, намывала, но уехала в отпуск, она осталась лежать. Я не знаю, там капелька может быть осталась. Приезжая, поднимая, за ней небольшой такой налетик есть. Я думаю, что ж такое? И этот налет сел вот в такие вот здесь дырочки, из которых вытекает, и ее оттуда не выковыришь. Ну, что, думаю, ладно, я ее очистила, но все равно, зараза, как она проникает, я не понимаю. Ну, как-то она все равно въедается. И в результате, вот из-за того, что вот у меня вот она только завелась, то есть, если бы у меня не было вот этого перерыва, что я уезжала на лето, и вот просто ее оставила в таком виде, может быть, она у меня и служила и долго. Поэтому, если будете такие брать, берите, чтобы были глянцевые, за ними проще ухаживать. И, конечно, если уже они пришли в какую-то вот такую негодность, то уже, к сожалению, потому что прям вот, знаете, у меня такое ощущение, я даже не знаю, как это, это не отмоешь уже. То есть, постепенно, вроде я и ухаживаю, но куда-то, где-то внутри она там умудряется жить. То есть, ну, плесень, она не умирающая организма, она выживет, наверное, в условиях безвоздушного пространства, радиации. Про нее, когда рассказывали, там, что она в космосе приспосабливается, ей ничего не нужно, по минимуму жить. Вот, к сожалению, вот с такой проблемой я столкнулась, поэтому с вами делюсь, вещь нужная. Но я сейчас от них избавляюсь, сейчас я пробую, перешла на металлические. Посмотрю, как у меня они там будут. Конечно, я вот теперь думаю, ржавчина будет моя проблема, но, не знаю, по крайней мере, она будет смотреться аккуратненько. Посмотрим. Уже потом я расскажу, что у меня было с веемлемой. когда я вот долгое время попользуюсь металлической. Вот такие лампочки. Рекомендую такие лампочки. Я уже про них рассказывала. У меня есть видео, гаджеты для туристов, для природы. То есть, я очень много, как бы, в разных разрезах делаю обзоры, чтобы кому так удобно, кому так удобно, для себя тему находили. Так вот, я их приспособила и для дома. Они у меня подвесные в шкафу. То есть, я сделала там такую петельку, и внутри шкафа, там, где у меня одежда, чтобы открывать, и было, если что, небольшой свет. Видите, они так дают хороший, достаточно свет. Мне для шкафа достаточно. То есть, они у меня действительно пользуются. Горят очень долго, не сгорает. Поэтому, вот, где-то темный шкаф для одежды, если у вас какой-то подварчик, если как, где-то есть небольшое освещение, это очень даже хорошо. На даче, например, даже туалет повесить. И, причем, более сильное освещение, мне очень понравились диодные лампочки. Мы брали в магнит косметик, хотя я и в глобусе видела, я думаю, что они не ошибки, они вот такие круглые, и ставятся на бутылку. Очень хороший тоже вариант. Я сейчас в Альне попробую поискать, если я найду, я ссылку оставлю. Они мега хорошо светят, отлично освещают. Мы брали с собой в отдых в палатку, прям, мне очень понравились. Именно, они практически заменяют вот освещение такой нормальной, хорошей лампочкой. Вот это вот не заменяет освещение, то есть, если вы хотите сильное освещение, то их нужно несколько, но небольшой свет они дают, который в каких-то условиях вполне себе достаточно. Вот эта полочка, когда попадает у меня в объектив, сразу спрашивают, а где, а что, а что такое. Дело в том, что она вот на таком маленьком магнитике и у меня крепится на холодильнике и сейчас у меня подвешено вот в зоне кухни, то есть, где у вас есть металлическая поверхность, она замечательно крепится. сейчас у меня, видите, в ней вот такие вот магнитики для ребёнка мотивационные. Скоро будет на детском канале тема, очень-очень-очень интересная тема, мне прислали такую панельечку и вот для того, чтобы выглядело рядом, вот эти звёздочки, баллы у меня ребёнок накапливает, очень хорошая система, скоро будет там тоже на канале, на моём детском канале, не пропустите, у кого маленький ребёнок, очень хорошая мотивационная панельечка, про которую я буду рассказывать. Вот я для этого использую и вот над кухней у меня там губки, ну вообще, то есть, всякие разные мелочи на холодильнике, всегда вот что-то скапливается, что-то хочется положить, поэтому действительно вот такие вот полочки, они очень хорошие. Единственное, что вот я, когда искала, не находила формат, знаете, вот мне хотелось бы, чтобы она была, ну, это слишком высокая, вот пониже чуть-чуть, там чуть-чуть, наоборот, вперёд, чтобы выступать, для разных назначений, но, к сожалению, пока не знаю, если где-то увидите, пришлите мне, вот пока я находила только такие на Алиэкспресс, ссылочку обязательно внизу оставлю в описании. Вы заговорили про холодильник, опять покажу свою полочку, потому что видео отдельно есть про полки для холодильника, я прям делала отдельный обзор, не буду сейчас подробно, действительно удобно, то есть, вот такие вот, видите, они навесны, на полку на холодильник вешаются, очень рекомендую, для сыров, у меня, видите, какие-то мелкие вещи, дрожжи, там ещё что-то, хранится и аккуратно смотрятся в холодильнике. Кому интересен выбор, вот какая полочка лучше, я две там сравниваю, ссылочку внизу в описании, на это видео оставлю, либо просто его найдите, полка для холодильников, какая лучше, выбор полки, ну, как-то так она называется. Такие вот контейнеры силиконовые, тоже я брала, и очень ими довольна, я в них и замораживаю, и храню в морозилке, и могу бульон, если у меня там что-то осталось жидкое, они наливаются и могут стоять в стоячем состоянии, когда вы их закрываете, они очень плотно, практически вакуумируются, конечно, это не вакууматор, то есть они очень универсальны, не так много в них можно положить, но в чём-то это мне заменяет контейнеры, там, где, вот, например, в морозилке, мне очень часто неудобно контейнер какой-то положить, а вот это я там что-то быстренькое, хопа, остатки еды и заморозила, то есть действительно они мне нравятся, очень удобно, рекомендую, если вот у вас какой-то формат в холодильнике и какая-то вот, вы знаете, бывают узкие какие-то места, потому что контейнеры обычно друг на друга ставить, а это куда-то так, хопа, узенькое засуну, и аккуратненько оно стоит. Всякую мемочоку хорошо брать на Алиэкспресс, брали мы ремни для телефонов замены ремешков в принципе нам понравилось. На этом канале я не буду делать, но скоро сделаю на детском канале, раз уж заговорила про ремешки для часов, буду делать обзор часов телефона, у нас несколько моделей часы телефона, 4 штуки разные, поэтому у меня накопилось, я сначала на одну хотела сделать, но как-то вот у меня все время откладывается этот обзор, но я обещаю, что часы телефона для детей я обязательно сделаю обзор, потому что разные модели попробовала, и я думаю, что будет информативно, опять же, не в формате распаковки, а в формате того, что ты протестировал уже долгое время. Кукон и шелкопряда я брала для того, чтобы обрабатывать лицо, какая-то классная вещь, то есть действительно вот так вот проскрабировать лицо, оно становится гладким, шелковым, вот какая-то плохая кожа уходит, прям чувствуется, что налаживается обмен у лица, лицо становится таким красивым, я даже думаю, что как-нибудь я покажу на камеру, как я это делаю, поэтому вот эти вот коконы, они мне нравятся больше, чем какие-то скрабы, которые, ну вот неизвестно, что там состав, это натурально, они сделаны из реального кокона, шелкопряда, и у меня такое ощущение, что в некоторых прямо достались вот эти вот следы от этих вот шелкопрядиков, там какие-то, вот, ну что делать, это натурально, не пугайтесь, иногда бывают такие следы, ну действительно, вот вы, настолько лицо классное оно стало, они у меня участвовали, я их даже отправляла в подарок Наталье Горбатовой, когда мы участвовали в новогоднем обмене, мне выпало, что я ей отправляю посылку, и она мне вообще не поняла, там такое смешное видео, передавайте ей привет, если кто-то смотрит ее канал, она так смеялась, когда получила, и не могла понять, что это за коконы шелкопряды, или чего они нужны, потому что она думала, что это тапочки, что это какое-то украшение на елку, это было действительно очень весело, очень приятно вспоминать тот армен. Дальше, очень часто меня вот про вот эти спрашивают, потому что они у меня были в закупке Алиэкспресс, и все время отзыв про них, вот смотрите, специально оставила, вот мыла ванну, вот буду снимать, вот видите, вот такие точечки от них остаются, то есть моя цель была, что если вот это подвешено, вот здесь не было никаких кругов, то в результате у меня вот здесь вот образуются, ну вот такие вот пятнышки, это плесень, под ними образуется. Со временем они, ну вот какие-то, не знаю, насколько вам будет видно, но такие отложения на них образуются от, ну каменной, да, то есть у нас очень плохая вода, держат они только что-нибудь плоское, ну вот у меня просто вот одна осталась, потому что ребенку вот нравится, это как бы смешно, но посмотрите, у кого нет какой-то возможности, да, то вот такой вот способ повесить, ну максимум зубная паста может так висеть, ну я говорю, то есть какую-то цель, я их повторно покупать не могу. Ребятушки, это был очень длинный обзор, но зато я в одном видео собрала вот все ваши вопросы, все комментарии, которые ко мне приходили после видео обзоров с Алиэкспресс, продолжайте смотреть наши распаковки, они все будут на влоговом канале, на этом канале будут делать только сборные обзоры, скоро у нас приведет очень много ручек, это тоже такой маленький анонс, я готовлю тему по выбору ручек, искупаю и в интернет-магазинах российских ручки, которым я бы хотела отставить отзыв, и с Алиэкспресс у нас очень много ручек приходит, очень много перьевых ручек придет, потому что папа у нас, вот у него появилось хобби каллиграфия, я про это рассказывала, но про ручки я буду рассказывать на детском канале, и эта тема очень интересна в том разрезе, в котором я сейчас веду канал, это для дошкольников, для школьников, если вы идете в первый класс, но и те ручки, которые я покажу, конечно, они взрослым будут интересны, потому что не все даже знают, вот просто что купить, и проблема того, что когда ребенок начинает учиться писать, проблема ручки очень-очень серьезная, кто сталкивался, тот меня поймет, поэтому у кого маленькие детки, то имейте в виду, что у меня есть еще детский канал, не все про это знают, более того, я считаю его своим основным каналом, потому что он просто первый открылся у меня исторически, и он мой любимый, я всю душу в него вкладываю, я надеюсь, что он вам тоже понравится, если вы на него заглянете, называется канал сейчас Эх детство, Таня Матани, всем пока, это Таня Матани, на канале Позитивные идеи, оставайтесь со мной, и я надеюсь, что та черная пенница, которая грядет вот сразу после этого видео, я вам помогла, и вы что-то купите, потому что сейчас можно сэкономить, очень хорошо, вот на каких-то скидках, мы немножко сделали закупку на 11, 11-11, которая рекламирует так сильно Алиэкспресс, и тоже вот будут сейчас распаковки, то, что того, чего мы купили, но не знаю, придет ли до Нового года, но тем не менее, все будет постепенно приходить, а я постепенно показывать, надеюсь, мое видео было для вас полезно, всем пока, оставайтесь со мной, со мной всегда позитивно, полезно и интересно. Про обувь, у меня прямо, вот сейчас я снимаю, но уже вышел обзор последней моей закупки, я купила обувь сыну, если у кого-то вот возраст, такой вот детский, подростковый, то фирма Фламинго, очень хорошая модельчика, посмотрите этот обзор, я ссылочку здесь оставлю внизу в описании, вот здесь вот сейчас появилась И, это информационная такая кнопочка, на это видео вы можете перейти сразу. Так вот, очень мне понравилось, настолько классно это, но решилась я после того, как мы папе покупали несколько моделей обуви, и он и на работу себе брал какие-то, у него вот эта проблема 39-го размера, и мы когда здесь покупаем, все начинаются с 40-го размера, и это действительно проблема, сейчас для нас Алиэкспресс стал решением проблем для закупки обуви. Субтитры сделал DimaTorzok